и так как вы видите я на 70 на 70 волне я ее вроде как преодолел здесь имеется вот такой небольшой баг и сегодняшняя партия у меня проходит по принципу слоупочности как вы видите где только можно поставлены вот такие вот банки идея сегодняшней партии это такая чтобы разделить это такой сепаратор здесь у нас будут те юниты на которые влияют эти банки естественно они будут тормозить юнитов сюда будут проходить те которые игнорируют влияние вот этих банок бутылок естественно они будут проходить 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 и по мере возможности мы будем тормозить у меня есть немножечко денег и пожалуй пришло время сломать мой стройный ударный отряд вот этих вот турелей добавить сюда слоуметов и так добавляем слоуметы так надо оставить немножечко деньжат на потом и нам нужно все-таки добавлять оружие потому что внезапно без оружия в этой игре не очень это место не самое лучшее для турели но куда его еще куда еще турель можно засунуть я не знаю ну и а ну деньги у меня кончились вот сюда бы я бы еще добавил два слоумета вот казалось бы 25000 огромные деньжище целый месяц можно жить в рашке на эти деньги а вот хоп-хоп и все и деньги кончились и так 71 волна что же она нам принесет как мы видим на 71 уровне уровень монстров такой что даже удары ядерными ракетами и мы ни почем тем более что это звезды и они сволочи хилятся до 70 уровня и 70 уровня прошел без единого прорыва не было ни единого прорыва и принцип слоумета в принципе работал проблема со звездами в том что они сами себя хилят а когда много слоуметов то звезды находятся рядом друг с другом и как вот видите прямо сейчас они хилят себя до такого состояния что аж у них исчезает полосочка сверху к счастью все мои автоматы когда нацелены на одну из одного из юнитов все-таки способны немного ранить его шкуру как мы видим поскольку ядерные ракеты летают достаточно медленно звезды себя успевают отхилить до такой степени что смысла в ядерных ракетах в данном случае вообще нет в этой же причине я отказался от лазерных установок принципе в начале лазеры показывают себе очень и очень хорошо но они медленные а юниты бегут быстро если юниты бегут медленно благодаря тем же словометом звезды хилят и смысла в лазерах по сути уже нету вот такие у меня не слабые игр там у нас сейчас девочка и горяет а я вот лежу на кроватке и горяю вот в это говно на самом деле мне уже давно идти она башка болит вот выпил водички немножко думаю когда полегчает вот и наклонив планшет практически близко близко к своему ебалу смотрю как криво нарисованные звездочки стилизованные под тетрадные рисунки пытаются помереть от 1000 ударов кстати сейчас 53 юнита которые хилят друг друга постоянно сумеет ли моя система обороны совладать с ними честно говоря мне почему-то кажется что данная партия будет очень длинный это все из-за количества слоуметов это даже не то что партия конкретно вот эта волна а за ней придет 72 потом 73 вообще 72 волна это то место где меня нагибают чаще всего и я не знаю сумели я продержаться если до 71 я в этот раз дошел без единого разрыва ну может быть и шо то и получится кто же его знает обратите внимание сейчас уже мы дошли до лазеров и по ним бьют и ядерные рокеты и лазеры потом проходит момент хоп и они сама опять себя хилят до стопроцентного состояния ну вот уже почти до почти 100 процентов где-то там одна звезда имеет вот уменьшающийся прогресса и так и там их был изначально 53 вот сейчас их 45 уже то есть процесс идет и вот мне даже перечислить денег у меня уже 15000 есть ну что поставим еще одну турель вот и поставим два слоумета но пока апгрейдить их не будем потому что денег нет а как вы знаете не апгрейдженные турели это они здесь смысла особенно не имеют это так чтобы когда будут деньги срочном порядке не пытаться их перетаскивать по карте перетаскивать здесь немножко странно работает может у меня пальцы кривые ну вот лучше сделать заранее так вот там уж еще перечислили денег осталось 40 юнитов вот это уже апгрейд инчанс 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 все денег опять нету нам нужно заапгрейдить вот эту турельку вот это у нас апгрейдженная там уже 39 юнитов осталось 38 юнитов 37 юнитов 35 рублей осталось а ни на что не хватит даже на чесночный багет 36 юнитов и мне дали 900 рублей это конечно я завершил строительство турелек так смотрим все ли у меня хорошо да вроде бы как все хорошо вот строим сюда будем в эту сторону и знаете место для строительства турелек откровенно так начинает не хватать вот если я планировал лазеры построить ну пожалуй откажусь от этой идеи хотя так хочется только можно было бы сюда охуенить но денег нет порошка и полностью хиляя впрочем там уже 30 юнитов Если такая звездочка 30-юнитная, уже 29-юнитная, пройдет, то все, гаммовер сразу. В других тавер-дефенсах люди стараются, рисуют боссов, крутых монстров. А здесь просто взяли пачку и хуякс. И вот в это дерьмо я играю целыми днями. Я бы мог писать программы для расчета каркасных домов. Я бы мог заниматься расчетами не только стен, но и фундаментов. Я бы мог заниматься геологией. В конце концов, много интересных вещей, которые может сделать программист. Не только же писать партеры. Но чем я занимаюсь? На что я трачу свою жизнь? Вот уже осталось 23 юнита, а денег на новую ТРЛ-ку не хватает. Не до финансирования. Впрочем, сейчас нашим звездочкам будет немножечко хуже. Там уже остался 21 юнит, и вот уже есть деньги на апгрейд. 20 юнитов осталось. И она входит, так сказать, в мой ударный блок. По идее, здесь все хотелось оставить турельками, но надо немножечко и слоуметов поставить. На всякий случай. Хотя, кто знает, возможно, на всякий случай не настанет, и я проиграю. Все возможно. Все возможно! Вот уже прямо сейчас хочется этих слой унитов убрать отсюда. Хотя, видите, вот даже отсюда они работают и уже приносят дешевле. 11 юнитов осталось. Вот эту надо заапгрейдить на полученные деньжищи. Впрочем, заметьте. Сейчас это не особенно заметно. Всего 9 юнитов. Но игрушка так уже заметно лагает. Обычно, вот если вы посмотрите мои предыдущие игробляции по Аню, по ТД, то увидите, как там вообще идет слайд-шоу. Какой интересный 3D-эффект у нашей звездочки появился. Там осталось всего 4 юнита. 4 юнита! 3 юнита! 2 юнита! Ну, хилить они уже друг друга не могут! Ха-ха-ха-ха-ха! Есть! Есть! Ну и мы немножечко себе позволим вот сюда башенку открутить. Недостроенную, недоинчанцнутую. Итак, 71 уровень, 71-я волна пройдена! Успешно! Ни единого обрыва! На балансе 53 рубля только лишь. Ага, ага, кому я не нужен? Зачем я все это делаю? 72-я волна! Гау! Обычно меня на ней и нагибают. Вот они, звезды! Они хилят! Хилят вон тех... В общем-то, достаточно легких треугольничков. Ну вот, крайняя звезда, вроде бы, победена их все меньше и меньше. Нет, вот новый запас звезд прибыл и все мои удары пошли. С откровенно печаль. Так, а здесь у нас что? Клоус? Странно. Ну ладно. И главное, нельзя никаких перенастроить, чтобы сначала в звезд струляли. Можно переназначить в первый, в последний, в самый сильный, в самый слабый. Ну вот. Например, в самый быстрый нельзя. В самый хиляющий нельзя. Это очень хреново. 63 юнитов. Вот видите, здесь 63 юнита. И я не вижу. А они есть. Хотя на самом деле уже 51, извините, 47, 46, 45, 42, 38, 30 юнитов осталось. Треугольнички, как я уже говорил, они такие слабенькие. так, ну пока у меня есть деньги. Так, ну пока у меня есть деньги. Давайте здесь заенчансимся. Вот, и пожалуй, построим турейку вот здесь. Вообще, я хотел здесь изначально построить ядерную руку, эту, но они, сука, медленные. Уже 29 юнитов. Шо-то их тут таки убивает. Может быть, до конца этой волны я сумею построить еще одну турельку рядом. Кто знает. Радиус у них большой, так что строить вот здесь имеет смысл. 27 юнитов осталось. Вообще, такое ощущение, что я наблюдаю за каким-то интегральным расчетом. Такой вот вариант уравнений на Вьестокса. А еще есть теория, что если в игре поставить единичную скорость, то результат интеграции будет другой. Это моя теория, она ничем не подкреплена. Да и где результат будет более полезный и для меня тоже не ясно. Но как программист криворукий, мне вот почему-то кажется, что результат может изменяться. вот вот уже 12 тысяч, 12 тысяч. В принципе, я могу даже поставить тупую башенку. всех херачит ядерными ракетами, сверхскоростными снарядами, слоуметами, и одна пушка времен Наполеона херачит булыжниками. нам 20 юнитов. 19. И вот уже есть денежек на обогрее. Теперь это тоже современная башенка, но тоже недостроенная. Но уже она явно вносит свою махонькую лепту. Вот смотрите, 847 у нее и 2700 у остальных. То есть, где-то треть от максимальной силы мы имеем. Так, вот мне еще дали денег. И ну, и шо? 848 а на 860 рублей. Казалось бы, 12 рублей, а без них мелочь они дадут. Итак, башенка построена. Осталось 15 юнитов. Лазеры, ядерные рукеты, 14 юнитов. Я пока слой мед поставлю. Турели здесь как-то поставить невыгодно. А вот, собственно, деньги у меня и кончились. 10 . 10 юнитов осталось, юниты, юниты, дайте мне денег! 9 юнитов, надеюсь это не приведет к каким-либо последствиям. Это означает, что мне уже надо бы поднимать свою задницу и идти. Но как можно идти, когда тут такой замес творится? Куда бы еще воткнуть можно? Поскольку я лазер ставить не буду, наверно сюда нафиг лазер чем. А так хотелось весь этот островок застроить турелями. Чтобы было красиво, ты начинаешь что-то проектировать, и красота куда-то девается. И вот последний юнит, яс, он сопротивляется, да я! Я! Для красоты потратим деньги сюда. Люблю ради красоты тратить кучу денег, но никуда. Поехали. 73 уровень, а я жив! И уж пока еще. Ну, обычно, если не на 72-м, то на 73-м-то меня уж точно нагибают. Обычно. Сейчас же партия такая стала остросюжетная. 79 юнитов. И каждый раз одну и ту же. Думаешь, нахера я этим занимаюсь? 4-х явно мало для этой игры. Явно. Вообще, я собирался приделать разные патчи к этой игре. Например, увеличить скорость. 8х, 16х, 32х. Вот, потому что я вот сейчас уже уходить надо. А партия обещает быть долгой. Не на один часик даже. Вот, значит, еще одна опция, которую мне хотелось сюда припилить. Наконец-то сейвы. Как меня задолбало проходить первые, там, 30-50 уровней. Вы не представляете. Я все ходы запомнил. И вот знаете, все ходы расписаны. Ну, вот просто максимум неприятно начинать новую партию. Так что, лод, сейв нужен. Вот, конечно же, я бы сюда прихерачил авто сейвы. Ауто-некст-вейвы. Потому что на первых 30 уровнях next wave жать просто задолбывает. Придел бы ауто-энчанс. Пока есть, башенка сама энчансит себя. Что еще сюда можно припилить? Ну, это такие основные косяки. Конечно, хотел бы посмотреть стату. То есть, так вот, тыкнуть на юниты, чтобы он тебе показал стату. Как его зовут, его скорость, его хиляемость. Ну, и так далее. Уэть. Ну, мне так лень. Так что, возможно, кто-нибудь из тех, кто это все смотрит, например, ради получения опыта в пугломировании, попытается взять данную игру и заинчансить. Заинчансить саму игру. Также иногда хочется взять себе сто пятьсот денег и все заставить башенкой. Посмотреть, до какого же уровня-то это все дойти может. Смотри, вот, стопку бутылок и не игра, а какая-то мечта алкоголика. Волна 73, а юнита 72. Может быть, вызвать next wave, а как вы считаете? Это слишком... Ну, с другой стороны, если вызвать next wave, то есть уже вероятность, что у меня не хватит огневой мощи. Если бы не было звезд, или я мог бы как-то звезды отдельно отпиливать, то можно было бы действительно 10 уровней следующих вызвать и всех монстров раз-раз. Да, вот мне еще очень неприятно то, что нельзя сразу 10 уровней следующих вызвать. Было бы интересно, по какому принципу активировать кнопку next wave, совершенно не ясно. Так вот, можно было бы прицепить опцию в стратегии светочить огонь на звездах. Но это уже затронет сам геймплей. А лезть в геймплей – это ж святое! Это ж нельзя! Тем временем я заметил, что стало 67 югитов, и мне бы не дали денег. Так что можно потратиться на турейку. Турейка! А, НЕДОСТРОЙ! Так, а вот здесь я, ага, вот в этих, у нас неправильная стратегия. Это уже надо клост создать. Вот из-за таких вот косяков можно взять и проиграть. Вы представляете, что бы было, если бы я не заметил? А ничего бы не было! ДАЙТЕ ДЕНЕГ! А! Клощи, склощи, 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 всё! Кто?! ЗАДАСТРЕЛ ОПОТТА ЕЛО СAir Так, в ходе всё обгарижено, ну ладно, это не точно. Я всегда в себе сомневаюсь. Ура, я просрался деньги! 59 юнитов! А-а-а! А-а-а! Игра уже превращается в войну. Начинаешь переживать. Лучше б я на форах все акциями торговал, полезней было бы. Лучше б я на форах все акциями. Лучше б я на форах все акциями. Я обречён последующие полчаса вот наблюдать в два квадратика и две звёздочки. Я бы сейчас даже подрочил, но даже это мне прямо сейчас недоступно. У меня же игра. Два квадратика и две звёздочки. Это то, ради чего меня вот люди ждут, а я к ним не иду. Зато 20 жизней и ни единого разрыва. Ну, кстати, количество жизней надо как-то увеличивать. Я ведь 73-го левела сейчас. А жизнь, как была в начале 20, такая осталась. Нехорошо. Надо, чтобы было жизни хотя бы 50. раз я досюда дошёл с такими-то результатами. Короче, ребята, кто это всё смотрит, прежде всего гитхаб, берите исходники данной игры и ради вселенной можете её заэнчансить. Мне кажется, что на этой рельке не очень правильно настроено. Так, фёст, 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 фёст. Странно. Пятьдесят юнитов. Сорок девять. Я уже не знаю, куда новые-то рельки ставятся. У меня места нету! И это только начало. Представляю я, что где-нибудь там в далёком будущем какой-нибудь генерал земных войск говорит, блядь, меня заебало! Давайте больше марсиан и с кем-то воевать будем. Вот сказал я это про марсиана. Марсиане, наверное, меня сейчас слушают. И именно из-за этого и грабляска развяжется космическая война. космическая война из-за меня! Да! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну, с этими квадратами мы расправимся... Ой, что я делаю? Расправимся гораздо быстрее. Поскольку хилять их некому. Их расхерачивают. Ядерки, лазеры... вот это вот всё. Ну же! Ну же! Мне ещё один шанс нужен! 800 рублей! Всего-то! И да! Обратите внимание! 800 рублей! Значит, вот эта башенка сделала уже 64 миллиона! И где они? Почему я их не вижу? Платят мне копейки! Так, 23 у нас осталось. 22... 21... 20... 19... 18... 17... 16... 14... 13... 11... 10... 9... 8... 7... 6... 10... 9... 8... 8... Субтитры сделал DimaTorzok Как оно лагает! Субтитры сделал DimaTorzok Сколько металла летит мимо! Эх! Металл! Вот ради этого я целый час страдал! Мог бы денег зарабатывать матери! Теперь их еще потеряют звезды! Ну, благо они быстро двигаются! И это не так уж в принципиальном! А-а-а! Каким-то чудом таки добили! Я до последнего не видел! Прямо! Высокого напряжения игра! А-а-а! Высоковольтная! Многоамперная! 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 Вот видите, ему, по идее, сейчас бы Викист поставить. Но Викист выбирается ещё и за счёт позиции. Потому что они слишком быстро бегают. Ура! Как я их называю? Корабли мы победили! Вот. Но, тем не менее, осталось ещё 38 юнитов. И да, вот последнее посадочное место под турельку. Всё! Мне турели больше ставить некуда! Разве что слоумёты удалять на их место. Всё! 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 Очень красиво сверху ядерки херачат по аморфным фиговинам. А поскольку их никто не херит, это будет очень даже продуктивно! У меня ушелка затекла! Хотя я лежу, в общем-то, в удобной форме. Что-то представляется мне Бетардск, где куча людей лежит в своих автономных капсулках с планшетиками перед ебалом. И работает вот так же, как я сейчас. На благо Бетардска! На FPS, конечно, в такой высоковольтной игре FPS должно быть больше. Явно больше. Ну чё, денег дали, деньги надо тратить. Если деньги здесь не потратишь, как и ИРЛ тебе таких штрафов дорисую. Ух! Эти слоуметы даже практически не использовались. А вот аморфные фиговинки наконец-то ушли. Осталось всего 13 юнитов. Да! Ядерки в этом хороши. Ну, звезды мы покеляли, а с этими мы быстро разберемся. Там их 10 штук всего. Ядерки обладают радиусом поражения. Так что, когда их хилят некому, ядерками лучше всего. Казалось бы, куча крутого оружия, лазеры, ядерки. А приходится использовать турели. Из-за их скорострельности. Потому что всё остальное слишком медленно, и враг успелевает похиляться. Восемь юнитов осталось. Восемь! Аааа! Мне уже дали денег. Надо строить новую башню. Но, но как я могу? Аааа! Как я могу? Ааа! Здесь же высокое напряжение. Аааа! Смотрю в аморфную фиговину. Аааа! Ааа! Пять юнитов! Четыре! Четыре! Три! Три! Два! Бум! Фу! Высокое напряжение. Так, подадим слуумед. И поставим на его место турельку. Семьдесят пятая волна! Выживем ли мы? Металл летит мимо. Металл летит зазря. Аааа! 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 Можно было бы рейдж мод приделать, чтобы они струляли влево-вправо, влево-вправо. Блин, я наверное что-то похожее запилю. Естественно, мне брать готовые исходники ну как-то западло. Аааа! Я же великий погромист! Я же могу сам написать. Ааа! Но я не могу собраться. Аааа! Аааа! Вот вторая партия кораблей уже почти не страдает, поскольку ее прикрывала первая партия. Аааа! Аааа! А там уже и третья зреет! Да еще и телепортнутая! ФПС! ФПС! Где ты мой? ФПС! 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 Где ты мой? ФПС! приходится телепортировать если можно так ткнуть и вызвать огонь на него ну был бы была бы польза так и польза не столько металла пропало по моему здесь уже меньше 1 fps не всегда но бывает интересный факт у меня уже 21000 рублей и это надо тратить срочно а на что начале игры проблемы где денег сейчас проблем на что и блять потратить он видите коварные треугольники подкрадываются ко мне они до меня еще не добрались благодаря слоуметам но тем не менее слоуметы не успевают бороться с ними я и так хочу взять слоумет продать его и и поставить башенку ударный блок готов 15 турели на этом маленьком островке ударный кулак не главное с кем я воюю за что воюю непонятно да и надо ли это знать это же война и да если раньше война происходила только в верхней части карты по теперь она происходит и в нижней а это осветление стыд о том что скоро она вылезет за енту карту если я ничего не придумаю с треугольниками кстати бороться при помощи турелек то еще удовольствие здесь нужны ядерки а ядерок у меня нету ну да а 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 — На что я трачу свою жизнь? — Мог бы денег зарабатывать матери! — Смотрите продолжение в следующей части. Треугольники, по идее, самые слабые юниты в этой игре. Но на 75-й волне даже ядерки им мало. Интересно, от такого проседания FPS меняется ли результат нашей интегральной базы данных? Наверняка меняется. По крайней мере я замечаю, что турельки начинают мазать. Как-то странно они разделились по всей карте. Непонятно, как они так смогли слоуметы обойти. Так. 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 видеть цвет на этих юнитах вот например на квадратиках слева я вижу цвета цветовой муак на границах не лечиться уже надо от этой игры я планшет сейчас держу около глаз все поле зрения у меня занимает планшет я уже головой открутить чтобы осмотреть все игровое поле я уже жрать хочу и ссать けて осмотреть 전�ufacturer Пожалуй, этот слой мне удалим, и на его место, ой, лазерку не надо нам. Апгрейдим его до ядерки и режим closest. Причем пока выяснилось, что для ядерки лучше всего. Она как бы медленная, ну и пускай ближайших юнитов херачит. Сверях не закончено, осталось 19 юнитов. Но здесь у нас есть звезда, которая их хиляет, и это значит, что продолжаться-то может достаточно долго. Мне люто хочется нажать next wave, но нельзя. Вся моя жизнь это запреты. Мне нужно смотреть на квадратики и звездочку в квадратика. Какой-то генератор логотипов получается уже. Сверху три бага мы можем наблюдать. Пятнадцать юнитов осталось. Пятнадцать юнитов осталось. В общем, они так сейчас приходят в точку, где моих сил почти нету. Иначе четырнадцать юнитов. Звезда вырывается вперед. Вот это хороший знак. Двенадцать юнитов. Одиннадцать. Одиннадцать. Десять. Десять. Девять юнитов. Как только звезду подибим, уже восемь юнитов по квадратике будет подибить легче. Их никто хилить не будет. Семь юнитов. Семь юнитов. Шесть юнитов. Пять юнитов. Пять юнитов. Ааа. Ну вот. Сейчас ядерки доядреют. Поскольку ядерки действуют не только на один юнит, а на соседний тоже. Сейчас им всем придет хана. Причем одновременно. Там правда всего-то осталось. Уже один. Ура! Можно куда-нибудь поставить еще турельку? Некуда. Давайте свою шизу немножко я улучшу. Вот. Поскольку мне уже деньги банально девать некуда, можно поставить таки лазерку. с режимом ферст. Не успели юниты зайти, а их ядерками хуячут. Ах, не успели? Тебе они не заполняют. Молодцы. что аня. И это не успел. Ах, Этот уровень будет только из квадратов. На это надеюсь. Денег слишком много не дали. Лазер построил, а он бездействует. Так всегда. Сколько же у них хилсы, а? Эта вот язерка мне принесла уже 3 миллиарда. Вот еще один баг. Тысячи миллионов заменить на миллиарды. Слушайте, 9 миллионов ты построил. 2,8 миллиарда. Это была третья, не? Совсем с ума сошел. Ищу то, чего не было. Возможно, даже автор не доходил до таких значений, как миллиард. И ему это показалось ненужным. Интересно. Здесь будет целочисленное переполнение? Так, вот уже лазер подключились. Вот это я чудак. Я лазер-то полностью не заапгрейдил. Зато заенчантил. Вот это я балбес. А вот им они подхиливаются. Непонятно. То ли это из-за того, что строчка указателей идет, то ли они подхиливаются. Нет, скорее всего, это только из-за того, что сам индикатор ползет. Кажется, что он хилится. На самом деле он уменьшается. Есть! 76-й левел пройден! Апгрейд. Надо нажать два раза. Потом вот. Тик, тик, тик. Апгрейд, апгрейд. Вот. Пинк. Все деньги всрал! И нас снова ждут квадратики. Если б я знал, что нас ждет впереди, я б нажал дважды Next Wave. А может, еще раз нажать, а? Пинк! И уже 78-я волна! Что же нас ждет? Там впереди... 120 юнитов. Это не в тапке срать. А могу и 79-ю вызвать. А, собственно, а что мне экономить-то, а? Кораблей здесь, похоже, нету. В общем, могут вылезти звезды. А с ними все будет грустно. Да и еще я вижу, куда пару лазерок прицепить можно. Так что подождем. Не, ну я точно вижу хроматические аберрации. Они точно появились. Раньше их точно не было. А-а-а-а-а... Так что не получилось. А-а-а... А-а-а. А-а... А-а... А-а-а... А-а-а... А-а... 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 Как я его нагибаю? На самом деле я нагибаю свою жизнь, свое время. Кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кроссий-кросс на лазерку хватит обычно я сюда ставлю лазерку в самом начале игры и просираю всю партию осуществил свою детскую мечту это конечно не корректно вот это вот лазерка нуждается в апгрейде ну 78 волн пройдено блять опять квадраты ежели б я знал ежели б я знал 100 рублей не хватает ладно может быть 80 сразу вот хороший тавер дефенс позволяет посмотреть из кого будет следующая волна состоять это не позволяет впрочем с моей-то мошу и вообще надо наслаждаться что я умею такую военную мошу а еще я хочу анимации анимации разрушения причем от лазерки свою от турели свою 64 юнита господи только подумать шестьдесят таки 4 таки юнита впрочем уже таки 54 как же хочется нажать восьмидесятый левел нагнут меня и не нагнут страх страх интрига хочется ссать все сильнее и сильнее и партия может затянуться вот кстати я играю на планшете от такой паскудной компании как хуя вэй это падла может в момент сказать что знаете батарейки садятся выключаюсь хотя там еще останется пар процентов и все игре каранты а сохранится никак так что сейв лоб нужен анбеливы был но так или иначе так еще девяточки а есть единички еще апгрейд 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 ну и я сразу сиденье 80 волна души а что это Продолжение следует... Сумеем ли мы проинтегрировать все это? Ну, звезд не видно, так что, в принципе, 80-й левел меня пугать особливо не должен. Ну, вот ядерных ракет, конечно, не хватает. После этого уровня надо будет купить еще одну ядерку. Обычно я покупал штук 10 ядерок. И ты уже терпел фиаско! Ба! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 4 рубля оставалось. И вот, она уже заработала 2 миллиона. Блин, а 1700 мне вот не хватает. О, наконец-то. Теперь у меня плюс одна ядерка есть. Зарабатывает она до хера денег, а мне, мне сотово копейки перепадают. А-а-а-а! Какие-то голоса сейчас слышал. А-а-а, шизофрения. Ебать, 80-й левел пройден. Я, конечно, проходил и дальше. Это вы можете видеть по предыдущим эфирам. Записям, точнее. Следующая волна. 81-я. Ой. Нужна еще одна ядерка! А-а-а! Или эту рейлик побольше поставить. Тут у меня, кстати, не апгрейшные наши наблюдаются. Включим. Продолжение следует... 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 денег не хватат будут кирпичами пуляться в средние века а вот уже и хватат они до конца хватат деньги то есть твоих сразу нет опять все всрал и так осталось 48 уровней мы вплотную передвигаемся к 82 уровню если я правильно помню то 82 уровень это как раз мой максим до которого я доходил или 85 это был я уже плохо помню какой-то из восьмидесятых до девяностых я уже не доходил сумею ли я подебить в этот раз красиво стоят турельки красиво значит не оптимально так продаем ес только купила она уже восемьдесят две тысячи принесла хотя сама-то стоила всего-то около 40 а мне дали всего лишь пять за шо где так экономика восемьдесят второй уровень и вот да 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 скорее всего меня нагнули именно на восемьдесят втором поскольку здесь мы видим мои любимые когабли в моей гаване жечь ох сейчас вы таки увидите как меня нагибают наверное наверное это не точно ебать у них там хилсы и новая партия когаблей когабли в моей гаване этим когаблям этим когаблям как вы видите абсолютно наплевать на мои турельки на их количество и что с ними делать я не знаю оружие массового поражения таким как ядерками они не берутся нужно более быстрое оружие вот я не знаю как мне подебить этот восемьдесят второй уровень я не знаю в принципе мне сейчас можно пытаться по бы реку переключить все оружие на вики вот чтобы хотя бы те которые уже телепортировать ёпт блять ммм ммм ебал вот чтобы хотя бы те которые телепортировались стрелять первыми но это чревато своими косяками Пока еще никого не пропустил. Но это лишь пока. Вот у нас первая партия кагаблей. Которая пройдет. Да, причем полностью пройдет. Надо было хотя бы последний бить. Следующая партия кораблей у нас вообще практически не задета никак. Ох, FPS, где ж ты? Ходишь, мой FPS? Нагнут меня полностью или не нагнут? И FPS меньше одного кадра. По идее корабли можно было бы отнести к классу летающие. Поскольку на них ни слоу-меты не действуют, ни разбросанные мины. Так что это класс летающие. В любом нормальном тавер-дефенсии можно указать, что херачить только по летающим. Так и здесь и ентово няма. И еще пятеро кагаблей, которые меня... Ну, я понимаю, что мы не успеем первые. Ну, хотя бы сосредоточить огонь на этих бы. Но они... у них хилсы еще больше. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, и толку вот они херачат. А... Короче, нужна опция сосредоточить огонь на... Но это повлияет на изменение гамма-плея. И это будет уже другая игра. Вот, Викист. Вот он теперь пошел хуячить сюда. Все. Ну, короче, осталось две жизни. Я, конечно, могу тыкнуть на X. Хоп, я 83-й уровень. Хе-хе. Вот. Сейчас, возможно, топочка от Виститы будет. Хоп, и 84-й. И 85-й. Но, как вы видите, меня разъебали. Как это проходить дальше, я не знаю. Хоп, и 84-й. Ха-ха. Ай. Видите, вот, Викист. И они начинают на него. А не на тех, кого надо. Такая вот жопа. Ну, успею я на 85-й. Похоже, нет. Итого, мои анализы, интегрирование, миллион сто. Это даже хуже. Это даже хуже. Хуже, чем было в прошлый раз. А-а-а. 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 Зато я могу пойти поссать. А-а-а. Уже можно расслабиться. Уже можно расслабиться. И пришло время расслабить мочевой пузырь. Мне кажется, что из-за низкого FPS-а, следующая партия кагаблей как-то идет более слухочно. А-а-а. У-у-у-у-у. А-а. У-у-у-у. У-у-у. 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 Война! Ни хера не понятно, что происходит. Денег нет. Впрочем, ливз всего минус 3, но это пока. Вот уже минус 5. А еще можно включить одиночную скорость и наслаждаться. Наслаждаться. Шоу мазга он! Шоу мазга он! Шоу мазга он! Похоже, он интегрирует просто чаще. И на отрисовку уходит... Остается, вернее, меньше времени. А может быть, я бы смог выиграть, если бы включил режим 1x раньше. Шоу мазга он! Как вы слышали, время заканчивать. Мне уже надо... Меня все хотят. Да и я уже хочу. С другой стороны, уже поздно куда-либо пиздовать. Ааааааааааааааа! Эх! Да. Уже поздно идти. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...